Hi, my friends! We continue our playlist. Мы тоже с предлогами, прилагательными, некоторые новые вещи, но пока нужно разобраться, действительно, тема наиважнейшая. Предлоги нужны, очень нужны. We really need them. Да, действительно, они нужны. We really need them. Итак, такой вам тест, сразу микротест такой. Вот какие предлоги используются после следующих слов? Причина. Reason. Подумайте, какие предлоги. Какие предлоги? Нехватка. Lack. Ответ. Answer. Отношение. Attitude. Решение, например, какой-то проблемы. Solution. Вот по логике вещей, когда вы видите эти слова, вот я вижу слово reason, у меня сразу в главе, да, я сразу начинаю думать о предлоге на автомате уже. Там solution то же самое, на автомате сразу предлог. Вот reason, причина чего-либо, reason for. В чем причина этого? В чем причина этого? То есть, какая причина этого? What? В связке нет. То есть, глагола нет, значит, нужна связка. Получается, what is the reason for it? Ну, на практике мы сами говорим не what is, а what's. What's the reason for it? В чем причина их отказа? What's, да, that пропущено. What's the reason? Потому что причина конкретная. Видите, вообще на самом деле это устойчивая фраза. What's the reason for? В чем причина чего-либо? What's the reason? Не знаю, сколько раз я эту слышал фразу. Вот именно на слуху. Из уст носителей языка, я думаю, не пятьдесят, не сто раз, а намного больше. Это очень частая фраза. What's the reason? It was the reason for. Это очень на слуху. What's the reason for? Значит, их отказа. For their. Refuse. Видите, отказываться. Если вам нужна еще дополнительная практика по глаголам, обязательно об этом напишите. Возможно, нужно расширить, значит, само количество глаголов и нужна дополнительная практика с различными временами. What's the reason for their refusal? Refusal – это отказ. Лаг. Лаг. Нехватка чего-либо. Лаг. Лаг. Оф. Например, нехватка практики. Большая проблема для нас. Нехватка практики. Лаг. Лаг. Оф. Большая проблема для нас. Лаг. Лаг. Оф. Лаг. Лаг. Оф. Лаг. 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 Оф. Лаг. Оф. Нехватка знаний. Значит, серьезная проблема для студентов. Нехватка знаний. Лаг. Лаг. Оф. Новый. Лаг. Серьёзная проблема для студентов. Серьёзная проблема для студентов. It's a serious problem for students. Лаг. If knowledge is a serious problem for students. Нехватка мотивации – это проблема для меня. Нехватка мотивации – проблема для меня. Но на самом деле здесь можно было просто употребить глагол и сказать, мне не хватает практики Мне не хватает знаний Мне не хватает опыта Мне не хватает мотивации У меня не хватает навыков и так далее Далее, answer Давайте скажем следующее предложение Я ответил на этот вопрос Я ответил I answered на этот вопрос I answered this question То есть, когда глагол, предлог не нужен Теперь другое предложение Какой лучший ответ Какой лучший ответ на этот вопрос? This question Какой предлог? Так, давайте в голове держать, что attitude и solution мы сущим флайдом поговорим про них Если существительное, то это answer to What's the best answer to this question? Вопрос Ты знаешь ответы на эти вопросы? Ты знаешь ответы? Do you know the answers? Здесь конкретные На эти вопросы To these questions И так Повторим мы с вами What's the reason What's the reason for it? What's the reason for their refusal? I lack practice I lack knowledge I lack experience I lack motivation I lack skills Lack of practice is a big problem for us Lack of knowledge is a serious problem for students Lack of motivation is a problem for me I answered this question What's the best answer to this question? Do you know the answers to these questions? Отлично На самом деле мне нравится, что наш плейлист Как мы называем его, зеленый плейлист Он много стал уже мощнее по своему уровню И многие моменты выше среднего уровня То есть это, конечно, не средний уровень Или очень хороший средний Или выше среднего уровня Конечно, это не для начинающих Но и хорошо Думаю, вы не против Далее Значит, помните, у нас были слова Added Отношение К чему-то это to И также еще употребляется towards Отношение к Attitude to Или attitude towards Какое твое отношение к курению? What's your attitude to Smoking? Знаете, помолчание всплывает attitude to Значит, мое отношение к курению негативное. Какое твое отношение к этой вещи? Далее, на самом деле было решение, солюшен, предлог «to». Какое решение этой проблемы? Какое решение этой проблемы? Ведь конкретное. Или какое лучшее решение можно сказать? What's the best solution этой проблемы to this problem? What's the best solution to this problem? Какое решение этой задачи? What's the solution этой задачи to this task? Совершенно правильно вы подумали, что есть слово «decision». Помните, у нас с вами было «I approve of this decision». Я одобряю это решение. Это просто решение, как мысленный процесс. Солюшен – это именно решение какой-то проблемы, задачи. Поэтому не путайте. Ведь в контексте решения проблемы и задачи мы употребляем слово «солюшен», а не вот это. Давайте уберем. Далее, немножко посложнее. Вот очень часто, очень часто используются фразы. Я на английском скажу, а вы переведете. Думаю, будет так проще. I applied for a job. Очень часто эта фраза. Apply for a job. И все время спрашивают, как это перевести. Даже действительно трудно понять. I applied for a job. Как это перевести? Вообще, если посмотреть словарь, то apply for a job переводится подать заявление о приеме на работу. То есть, I applied for a job. То есть, когда вы отправили резюме в какую-то компанию, это называется I applied for a job. То есть, вы ждете, что вам предложат работу. I applied for a job. То есть, я подал заявление о приеме на работу. I applied for a job. Это очень часто. Значит, соответственно, значит, first, значит, во-первых, то есть, сперва, first, you apply for a job, then you get it. First, или firstly, во-первых, you apply for a job. You apply for a job. То есть, ты подаешь заявление о приеме на работу, then you get it. Затем ты ее получаешь. Then you get it. If they offer it to you. If they offer it. to you. If they don't offer it 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 to you. If you don't get it. You don't get it. So, then you get it, if they offer it to you. I hope you understand it. И если ты понимаешь это. Далее. Давайте проверим и повторим и динеси далее. What's your attitude to smoking? What's your attitude towards smoking? My attitude to smoking is negative. What's your attitude to this thing? What's the best solution to this problem? What's the solution to this task? I applied for a job. First, you apply for a job. Then you get it, if they offer it to you. Отлично. Далее, некоторый момент тоже с вами разберем. Эта книга состоит из пяти частей. Эта книга. This book. Состоять это. Consists of. Пяти частей. Of five parts. Только видите, consists. This book consists of five parts. Например, Эта книга состоит из десяти глав. This book consists of ten chapters. This book consists of ten chapters. Другими словами, можно использовать конструкцию, которую мы с вами говорили. То есть, имеется пять частей в книге. Имеется пять частей в этой книге. Конструкция there are. There are five parts. There are five parts in this book. There are five parts in this book. Здесь. There are ten chapters. There are ten chapters in this book. И так далее. Далее. Реакция на что-то. Какая ее была реакция на твои слова? Какая? What? Ее была реакция? What was your reaction? На твои слова? To your words. What was your reaction? To your words. Далее. Значит, подписываться на какой-то канал. Это subscribe. Subscribe to. Я подписался на этот канал. Я подписался на все эти каналы. Я подписался. Я подписался. I subscribed на все эти каналы. To all these channels. I subscribed to all these channels. И так же быть подписанным на что-то. Это I am subscribed to. Конструкция. I am subscribed to. Я подписан на этот канал. I am subscribed to this channel. Я подписан на все эти каналы. I am subscribed to all these channels. I am subscribed to all these channels. Видите? Быть подписанным. To be subscribed to. Подписаться просто subscribe to. Далее. А с вами повторим. This book consists of five parts. There are five parts in this book. This book consists of ten chapters. There are ten chapters in this book. What was your reaction to your words? I subscribed to this channel. I subscribed to all these channels. I am subscribed to all these channels. Отлично. Но на самом деле иногда нужно быть внимательным. Например, вот такое предложение. Он повлиял на меня. figh Влиять. Это influence. Он повлиял, he influenced, на меня. Me. Нужно запомнить, что после influence предлог мы не ставим. Он повлиял на меня. Давайте отдохните полминуты Я помню, ты был в седьмом классе И неожиданно был тест у нас по грамматике И в этом тесте как раз был вариант с этим глаголом influence И на самом деле мало кто знал, как ответить Потому что трудно было, были проблемы с грамматикой Тест был сложный И ученица объяснила, что не ставим мой предлог И потом действительно я много раз встречал это И так что, друзья мои, не удивляйтесь Я думаю, говорится, вода камень точит Потихонечку мы запомним He influenced me Это событие повлияло на меня This event повлиял на меня Это событие Influenced me This event influenced me Но если существительное Смотрите, то ставим предлог Это имело большое влияние на меня It had a big influence on me Видите, если существительное, то ставим предлог Это по аналогии, как помните, с анце Глаголом анце мы с вами разбирали Это событие имело большое влияние на меня Так что будьте внимательны И, друзья мои Давайте еще раз это повторим Получается He influenced me This event influenced me It had a big influence on me This event had a big influence on me И, друзья мои И, друзья мои Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok